Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Сегодня мы поговорим о цене Ripple XRP, посмотрим на графики, обсудим еще одну забавную вещь, которая произошла только что. Ripple XRP подскочил до 70 центов и затем резко упал. Все это произошло в течение часа на бирже Kraken. Как вы помните, сегодня, безусловно, долгожданный день. Именно сегодня ночью произойдет снапшот токенов Spark. Все держатели Ripple XRP, которые будут участвовать в Airdrop, получат эти токены. Я буду следить за этим событием, если что-то произойдет, обязательно выйду в эфир с новым видео. Произойдет снапшот в час ночи по московскому времени, по крайней мере на Binance. Чтобы получить Spark, достаточно до этого времени иметь XRP на балансе Binance. Если у вас там нет аккаунта, вы можете зарегистрироваться по моей ссылке в описании. Если вам, конечно, не жалко таким образом меня поддержать. Если мы ожидаем увидеть большую волатильность цены Ripple XRP, то она будет как раз-таки за полчаса до снапшота и в следующие полчаса после него. Многие спрашивают меня, почему цена XRP прямо сейчас не захлебывается в эйфорию перед снапшотом. На самом деле, то, что она этого не делает, мне наоборот нравится больше. Обычно после такого взлета мы видим следующее движение по уровням Fibonacci. Рост, крах, ретест, а затем уход в фазу реаккумуляции. И сейчас мы находимся именно в этой стадии. И это мне нравится. То, что мы здесь видим, это весьма позитивно, ведь безумная эйфория обычно заканчивается таким же безумным крахом. Здесь же мы видим, что рынок ждет события с холодной головой. На самом деле, он просто не уверен. Он не знает, сколько будет стоить Spark. 10 долларов или 1 тысячную доллара. От этого, кстати, многое зависит. В зависимости от стоимости Spark мы увидим соответственную реакцию Ripple XRP. Поэтому я рад уменьшению волатильности и тому, что Ripple XRP находится в стадии реаккумуляции. И лучше, чтобы цены перед таким событием с неопределенными последствиями находились у границ фазы накопления, чем у верхних границ Fibonacci, откуда потенциальное падение было бы куда более жестким. Кто-то может сказать, что холдеры XRP, судя по всему, не озабочены предстоящим снапшотом. Но я хочу вам кое-что показать. Еще раз посмотрите на алгоритм движения Ripple XRP. Рост, крах, ретест, реаккумуляция. Это график капитализации крипторынка без биткоина. И мы видим здесь такую же историю. Взлет, крах, ретест, реаккумуляция. Весь крипторынок действует точно так же, как Ripple XRP. Я показал, до какого уровня падала рыночная капитализация, и, как мы видим, она от него оттолкнулась и сейчас находится прямо на нем. Ripple XRP делает все то же самое. Но что странно, это то, что биткоин к этим уровням не дошел. Он попытался, но отскочил раньше. Альткоины же достигли этого уровня и только потом отскочили. Поэтому я думаю, что биткоин еще может завершить коррекцию до этого уровня в 17300 долларов. Так что сейчас, когда мы находимся у таких уровней, для меня это выглядит как очень соблазнительные точки входа. Но вы лучше сами подумайте, так ли оно на самом деле лично для вас. Что касается XRP, он сейчас находится почти в красной зоне. А это зона, которая привлекательна большинству трейдеров в качестве покупок. Дело в том, что у XRP есть еще и Gap на уровне 48 центов, который как раз таки находится в этой зоне. Первое, что делают новички, которые приходят на рынок, это используют трендлайны. Это самое простое. Они думают так, если цена пробивает в такой трендлайн снизу вверх, то нужно покупать. Но часто это оказывается бычьей ловушкой. Обычно после пробития трендлайна цена доходит до уровня 0.5 по Fibonacci, а затем улетает вниз, чтобы закрыть Gap. Вот здесь, на месте пробития трендлайна, обычный покупают те, кому суждено попасть в ловушку. Биткоин точно так же сделал в 2019 году, когда он достигал 14 тысяч долларов. Поэтому мы вполне можем увидеть такое же движение для XRP. Хотя я бы хотел увидеть более здоровое. Уход в зону покупки сразу и уже оттуда продолжение роста. Вот это было бы здоровое, естественное движение. В любом случае, держите оба этих сценария у себя в голове. Возможность купить Ripple за 40 центов еще будет. Давайте посмотрим на уровне Fibonacci. Мы видели взлет, крах, а затем ретест цены уровня 0.618. И после этого переход в фазу аккумуляции. Точно такое же мы видели на долгосрочном графике биткоина. Если раскидать сетку от вершины до дна, то мы увидим точно такое же движение. Рост, крах, затем ретест уровня 0.618. И переход в стадию реаккумуляции. После чего, в конце концов, биткоин начал расти. Видимо, Ripple XRP повторяют эту же нормальную формацию. Итак, XRP в реаккумуляции. Капитализация альткоинов находится у фазы накопления. И биткоин почти достиг цели в 17300 долларов. Все выглядит очень привлекательно лично для меня. Теперь я хочу показать вам, что произошло на бирже Kraken. XRP на протяжении часа подскочил до 70 центов. Интересно, что это произошло на фоне движения токенов XRP именно на эту биржу. Как это было показано ресурсом Wales Alerts. Учитывая, что последние пару недель происходит накопление объемов именно в Ripple XRP, я уверен, что впереди нас ожидает что-то серьезное. А если вспомнить Брайана Брукса и его 6-8 недель, которые он дал на регулирование криптовалют, у меня есть предчувствие, что скоро с Ripple XRP произойдет что-то весьма неожиданное. Но, к сожалению, у меня нет хрустального шара. Будем наблюдать. И, наконец, если вы до сих пор не знаете, какие биржи поддерживает снапшот Spark, вот весь список на официальном сайте. Ссылку я оставлю в описании. Большинство бирж и кошельков поддерживают Airdrop. Если вы хотите участвовать в Airdrop, убедитесь, что ваши XRP находятся на балансе поддерживающей Airdrop биржи или кошелька. Хотя бы за час до начала снапшота. Он произойдет в полночь по времени UTC. Просто напишите в Google время UTC, вы будете знать, сколько осталось до снапшота. На данный момент по UTC сейчас 18.25. Снапшот произойдет в 12 ночи по UTC. Ссылка на список поддерживающих бирж в описании под видео. На этом все. Это был быстрый обзор крипторынка, в особенности Ripple XRP, будущего его долгосрочной цены, а также цены этой ночью. Еще раз напомню, по аналогии с биткоином, у XRP впереди хорошее будущее, ведь он повторяет его движения по схеме, которую я вам показал. В преддверии снапшота же за полчаса до него и в следующие полчаса после него могут быть большие волатильные движения. А меня зовут Богатейший Ди, буду рад вашему лайку. Давайте наберем хотя бы 3000 лайков под этим видео. А также подписывайтесь на канал, телеграмм, шмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Я бы очень хотел, чтобы весьма позитивное тоже. Но, к сожалению, у меня нет хрустального шара. Будем наблюдать. Субтитры сделал DimaTorzok